Беспокойность людей абсолютно понятна. Первое, что я должен сказать, это то, что по выбросам воздуха сулозный завод, я думаю, на порядок меньше, чем любые предприятия-черебовцы. Крупные, конечно. По предварительной оценке, на границе санитарно-защитной зоны, то есть в километре от завода, будет не превышать ПДК по всем веществам, которые выбрашиваются заводом. Завода еще нет, решение по его строительству еще не принято, а он уже оброс мифами и легендами, которые передаются из уст в уста и становится поводом для некоторых экологов и политиков заработать на этом себе известность и популярность. Что касается самих череповчан, то мысли о еще одном крупном предприятии в городе, хотя до города от предполагаемого места размещения больше 10 километров автоматически воспринимаются в штыки. Ведь на Байкале завод закрыли, почему у нас собираются строить? Начнем с того, что Байкальский ЦБК производил вискозную цилозу, а наш планируемый завод будет производить бумажную цилозу. Это принципиально два разных продукта, две разные технологии, разные используются, химикаты разные, все разное. Поэтому, но это все равно, что сравнивать, я не знаю, химический завод какой-нибудь и завод по производству стали. Кроме того, Байкальский комбинат строился в 60-е годы, когда на экологию внимания не обращали. Важнее был продукт, который использовался в оборонной промышленности. С этого времени технологии производства далеко ушли вперед, и в первую очередь в плане экологичности предприятия. Предполагаемый завод и здесь собирается быть передовым, используя не три, как это требует российское законодательство, а четыре степени очистки сточных вод. Каким образом можно нести вред всей Волге на протяжении доукаспия? Для меня это совершенно непонятно. Но понятны люди, которые оперируют исключительно эмоциями. Но мне, как специалисту, это кажется очень странным и невозможно. Расстроились и те череповчане, которые планировали устроиться работать на новый завод. Оказалось, что рабочих мест там на всех желающих не хватит. Действительно, мы предполагаем, что на самом заводе наших сотрудников будет порядка 300 человек. Не очень много. Но и завод предполагается с высокой степенью аутсорсинга. То есть мы планируем очень большое количество услуг закупать. Если считать уже аутсорсеров, то на заводе будет тысяча человек, а не 300. Кроме того, завод создаст рабочие места в лесной отрасли. Транспортные предприятия также получат свои заказы. Малый и средний бизнес сможет заработать на оказание услуг. Вот только появится новое предприятие, которое еще на уровне проекта стало для кого-то пугалкой, для кого-то свежей пиар-темой, неизвестно. Евгений Макеевский, Татьяна Кудрявцева. Новости. Субтитры сделал DimaTorzok